Бог постоянно работает надо мной. Никогда не остановился. Я очень благодарна Богу за это. Я очень призываю Его, Господь, еще очищай меня. Еще освящай. Еще убеляй. Я хочу. А кто из вас хочет? Хотите? Слава Богу за вас. Значит, будем исправляться. Одно, что нам очень тяжело дается в нашем характере, это такое смирение, как не оправдываться. Поэтому я хочу поговорить немножко об этом. Вы знаете, когда характеризировал, какой, как сказать, характеризировал, характеризовал Иисуса, Исайя, Он написал о Нем такие слова. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст Своих, как овца, веден был Он на заклание. И как агнец, предстригущим Его, безгласен. Так Он не отверзал уст Своих. Вы знаете, сказать, что Он молчал, это неправда. Иисус проповедовал, Иисус говорил бесконечно. Так о чем говорится, что Он был безгласен? Когда Он был безгласен? Предстригущим, правда? Вы знаете, как тяжело принимать обвинения несправедливые, свой адрес, и молчать. Как-то хочется защититься, хочется объяснить, хочется доказать. Правда же? Есть такое? А мы сейчас пели про Иисуса, сколько в Нем сил, и сколько в Нем власти, и все Ему подчинено. И вдруг Он был предстригущим, безгласен. Что имеется в виду? Как это так, Он был безгласен? Из уст Его не выходило оправдание в свой адрес. Сначала мне хочется определить, кто же такой стригущий или стригущие. Мы знаем, что овечи, когда стригут, фактически, и что делают? Оголяют. То есть, стригущий это те, которые тебя хотят оголить. В этом случае это были фарисеи. Они постоянно ходили рядом с Иисусом Христом для какой цели? Узнать, услышать? Нет. Найти что-нибудь, чему можно придраться. Ошибки Его. Как-то обнаружить и прилюдно показать. Вот. Видите? Слышите? Остричь. Обнаружить. Оголить. Обвинить. Какую-то неправду найти. И с этой целью они ходили рядом с Сыном Божьим. Вы знаете, читай, мне так больно. Сколько они пропустили. Сколько они потеряли. Только потому, что с этой целью ходили. Не чтобы послушать. Не то, чтобы понять. Не то, чтобы принять. Наполниться. Получить благословение. А они ходили с тем, чтобы что-то найти в Нем и как-то обвинить. И они все время с этой целью Его искушали. Они постоянно использовали искушение для того, чтобы Он как-то соблазнился. ответил не так. Чтобы как-то придраться к тому, что а вот закон Божий говорит, а ты не соблюдаешь. А вот и ты учишь неправильно соблюдать закон Божий. Вот я хочу вам несколько примеров прочитать. Матфей описывает 19.3. И переступили к Нему фарисеи. И искушая Его говорили Ему. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Вы представляете, можно даже вопросы задавать не ради того, чтобы узнать истину, а ради того, чтобы искушать. Мы можем, допустим, даже не угадать и подумать, человек интересуется. Он, оказывается, не интересуется, он хочет тебя уловить. Представляете? Но, конечно, Иисус видел их лукавство. Еще одно место, Лука 20.20.23. И, наблюдая за Ним, то есть за Иисусом, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, слушайте, какие слова, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. И они спросили Его, учитель, мы знаем, что ты праведно говоришь и учишь, и не смотришь на лицо. Но истинно пути Божьи учишь. Какое лукавство? И дальше говорят, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство, их сказал, что вы меня искушаете? Вот они стригущие, стригущие, которые все время ищут, чтобы как-то человека уловить. Найти какую-нибудь неправду. Они не ходили за Иисусом, чтобы узнать правду, истину, чтобы научиться, измениться, исправиться. Но осудить. Зачем? Чтобы на его фоне выглядеть праведным. Вот осудил, и он праведен. Поймал, и как хорошо себя чувствует. Видел все это, Иисус. И никогда не оправдывался. Он просто объяснял народу, когда к тебе подходит кто-то с лукавством, и задает лукавый вопрос, то хочется просто на этот вопрос ответить людям, чтобы люди слышали ответ. Этот лукавый все равно не услышит. Ему это не надо. Он ответ не хочет слышать. Он ищет, ты споткнулся или нет. Споткнулся или нет. А в свое оправдание говорить такому человеку бесполезно. И имея всю славу, всю власть, всю возможность Иисус просто не отвечал на такие лукавства. Потому что понимал, что им это не надо. Это им не надо. Они просто ищут тебя уловить. Они для того, чтобы что-то узнать. Поэтому они никаким образом не могли его поймать. Потому что он был Бог. Он знал истину. но он говорил спокойно. Говорил правду. Просто говорил истину. И все. Лука 20-26 говорится. И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу замолчали. Знаете, как вот это вызывает гнев в тех, которые хотят уловить. потому что они смогли поймать. Почему они ожесточались? Если человек начинает себя оправдывать, он дает пищу. Я хочу, чтобы вы это услышали. Он дает пищу тому, который тебя ловит. И он за эти слова тебя же улавливает. Но когда ты не даешь ему пищи, не реагируешь. И не оправдываешься, просто говоришь истину, если это надо ответить. Это вызывает обратную реакцию. вызывает гнев, раздражение. Потому что не поймал. Матфея 26-59 Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства. против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Даже трудно себе представить. Первосвященники, старейшины, весь Синедрион искали что? Лжесвидетельства. Вообще вот я это говорю и самой просто страшно. Как можно искать лжесвидетельства? Что мы должны с вами искать? Правды. Иисус говорит ищите прежде всего Царство Божье правды Его. Оказывается можно искать лжесвидетельства. Когда это происходит? Когда ты уже обвинил внутри. Когда ты уже имеешь обвинение на кого-то внутри. Тогда ты ищешь лжесвидетельства. Кто это делает? Лукавый. Здесь очень хорошо говорится. Лукавые люди. Честный он всегда ищет правду. Даже если он считает вот так и не согласен, но он ищет правду. А лукавый ищет лжесвидетельства. Иисус изъяснял свои действия и понимали искренне. Он говорил для них не для лукавых. А в ком было лукавство? Те были обличаемы еще больше. И злились и снова подходили. Это только озлобляло их. Вы знаете, что когда человек озлобляется, он хочет мстить. Хочет унизить. Хочет еще больше постричь, оголить. Потому что это все обличает его неправды. И вот что происходило с Иисусом Христом, что происходило с апостолами. Это все вызывало ожесточение вокруг и около них. В лукавых сердцах. Поэтому Господь хочет, чтобы никогда никто не пытался себя оправдывать перед теми, кто хочет тебя обвинить. Потому что у нас только один оправдатель. Наш Господь. это единственный, который силен тебя оправдать. А ты не мсти за себя и не оправдывай себя перед теми, кто хочет обвинить. Понимаете? И мы с вами видим о том, что делали фарисеи. Они стали искать лжесвидетелей, чтобы лжесвидетели о тебе сказали ложь. Эти лжесвидетели называются негодными людьми. Те, которые клевещат и наговаривают. Библия их называет негодными людьми. К сожалению, таковые бывают. Такая же тактика была применена и к Стефану. Вы знаете, когда читаешь Евангелие, много открывается и поражаешься. Как такое вообще возможно? Когда пытались обвинить Стефана, привели его, поставили на все недриони, и Стефан говорил истину, как он верит, как он стоит, что он проповедует, Деяния 6, 8, 15. Давайте прочитаем, как он стоял перед Синедрёным. Написано, а Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Великие чудеса и знамения в народе совершал Стефан, и все видели, так же, как Иисус совершал знамения, чудеса. Вызывало ли это восторг у народа? Некоторые из так называемой синагоги либертистов, то есть верующие, киринейцев, александрийцев и некоторые эскилики и асии вступили в спор со Стефаном. И дальше говорится, смотрите, что вызвало в них озлобление, но не могли противостать мудрости. мудрости и духу, которым он говорил. Что надо было? Покориться, признать Господа, признать Дух Божий, но это вызвало в них негодование. Тогда что они делают? Научили они некоторых сказать. опять идут на лукавство. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Это верующие. Они Бога не боятся. Лукавый человек Бога не боится. И возбудили народ и старейшины книжников. И напав схватили его и повели в Синедрион. И дальше говорится и представили ложных свидетелей. Синедрион. Это там, где собрались священники, первосвященники, вы представляете? Ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. И мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. А теперь давайте подумаем, сказали они правду или нет? Иисус так сказал? Сказал. Посмотрите, можно взять и повернуть. Эти же слова взять и вложить туда другой смысл. Вот это называется лукавство. Лукавство берет твои слова и сворачивает. Их же говорит, ты же сказал, да, сказал. Но я не в том смысле сказал, я не тот смысл туда вложил, но ты же сказал. Ну и как оправдаешься? Никак. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Видели лицо ангела. И что в них это вызвало? Побить камнями. Ах, еще и лицо сияет, как у ангела, побить камнями. Вы что-нибудь слышите? Это жизнь. Это жизнь христианитов. Тот, кто хочет быть искренним, кто хочет быть праведным, написано, будете гонимы. Конечно, мы всегда думаем, что мы будем гонимы там, в этом мире, да, будем быть там тоже. Но Евангелие пропитана гонениями верующих, своими же братьями и сестрами. Видели лицо, ангелы, а слушали при этом наговор сатаны. Представляете, как это возможно? Почему? Потому что слушали лжесвидетелей, потому что хотели услышать лжесвидетельства. Что ты хочешь слышать, дорогой брат и сестра? голос голос божий или собственный или клевету зависит от того, что ты хочешь слышать. Чем наполнено твое сердечко? Искренностью или лукавством? То ты будешь слышать, то ты будешь принимать как свое. Так же поступали с Иисусом, лжесвидетелей предоставили, чтобы его распять. А иначе как? Без лжесвидетелей тебя не распнут. Марк 14, 55, 56, 64. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти. Что ты ищешь? Ты ищешь, чтобы познавать Господа? Ты в каждом слове, в каждой проповеди ищешь, чтобы познать Господа? Или ты ищешь в каждом слове, в каждой проповеди, чем бы обличить? Чем бы уловить? Что ты ищешь? Вот каждый должен определиться, что я ищу? Зачем я в церковь прихожу? Что мне надо услышать? Я прихожу Господа послушать, я услышу. Я прихожу сатану, послушать, он тоже здесь. Он будет изворачивать каждое слово и говорить тебе, что ты хочешь слышать. Они пришли, чтобы послушать, для чего? Чтобы что-то уловить и предать смерти. и не находили. Как искали бедные, не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него. Многие, мои хорошие, не один и два, многие лжесвидетели на Иисуса Христа. Но свидетельства сии не были достаточны. мне еще скажите что-то плохо, не хватает, чтобы его распять. И некоторые, встав, лжесвидетели против Него и говорили. Мы слышали, как Он говорил, Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный. Ну и такого свидетельства было недостаточно, чтобы его распять. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь? Что на это ответишь? что они против тебя свидетельствуют? Почему молчишь? Ну, он молчал и не отвечал ничего. Ну, что сказать тем, которые хотят тебя обвинить и ищут? За какое слово зацепиться, чтобы тебя обвинить? Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? Ну вот ответил Иисус, сказал Я, и вы узрите Сына человеческого сидящего десную силы и грядущего на облаках небесных. Сказал Я, тогда первосвященник разодрав одежду своей и сказал, на что еще нам свидетель? Вот, поймали. Поймали. Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным смертью. Вот почему Иисус молчал. И перед стригущими он был безгласен. Потому что он знал, что каждое его оправдание будет ему в обвинении. Мои дорогие, Господь нас учит пред стригущими молчать. Потому что они уже принесли ножницы стричь тебя. И ты никогда не оправдаешься перед ними. Дайте это место Богу. Господь разберется. Вы просто говорите истину. Просто идите за истиной. И все. Потому что тот, кто пришел тебя обвинять, он не хочет слышать твое оправдание. Тот, кто на тебя уже лже свидетельствует, он никогда не примет твоего оправдания. Все, что ты будешь говорить, будет все изворачиваться против тебя и против тебя каждое слово. В притчах говорится, если ты обличишь искреннего, ты приобретешь друга. А если ты обличишь лукавого, приобретешь врага. Но все пророки и мы с вами, мы на что поставлены? Светом быть. Если мы посланы светом быть, значит, мы обличение и для этого мира, и вообще для каждого греха. Правильно или нет? Так приготовьтесь. Мы должны подражать Иисусу Христу. Приготовьтесь, себя не оправдывая, приготовьтесь, принимайте поношения, научитесь этому. Потому что так больно видеть, когда человек начинает себя оправдаться. Я тоже такой была, я тоже пыталась оправдаться. Я тоже пыталась доказать, что это не так, и поняла, что это бесполезно. Просто лучше молчать. Главное, как о тебе думает Господь. Главное, это ты и Бог, и твои отношения с Богом. Вы знаете, Иуда был постоянно с Богом, рядом с Иисусом. Но он был все время обличаем этим светом, который исходил от Иисуса. И что это его? меняло. Ожесточало. Оно его не меняло. Человек, который не хочет изменяться, и рядом со светом он только ожесточается. Ему это было очень тяжело. А тогда задаемся вопросом, почему он не ушел? Ну и ушел по себе так тяжело в этом обществе света. Почему ты не ушел? Он все время был рядом с Иисусом. Вот вопрос интересный, правда? Вы задавали себе такой вопрос? Я тоже задавал такой вопрос. С одной стороны я могу понять, у него было предназначение предать Иисуса. но по-человечески что-то его задерживало. Вы знаете, в Евангелии есть все ответы, конечно. И один из ответов я скажу, сам Иисус сказал. Матфей 19, 27, 28. Когда он разговаривал с учениками своими, Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолов судить 12 колен Израиля. В другом месте говорится, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Думаете, ученики понимали, о чем идет речь? Думаете, они понимали, что речь идет о небе? Никто из народа не понимал. Все ждали царя буквально. Спасители буквально. Потому что раньше приходили цари, совершали революцию, изгоняли тех, которые ими владели, освобождали Израиль и были судьями, и были царями. И Иуда тоже ждал того же. И когда он слышал такое, вы сядете на 12 престолов, судить 12 колен Израилевых, 12 thrones to judge 12 tribes of Israel. Конечно, он следовал за Иисусом. Посмотрите, как сказано, интересно, Лука 9, 43-46. И все удивлялись величию Божью. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим. «Вложите во себе в уши слова сей. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не понимали Слово Сего. И оно было закрыто от них. Так что они не постигли Его. А спросить Его о Сем Слове боялись. Вы понимаете, то, что говорил Иисус, они не могли понять в то время. Все понималось на уровне человеческой и земли, понимаете? Поэтому, даже когда Иисус говорил о том, что будет предан, посмотрите, какие мысли у них были. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Вот мысли человеческие. Кто будет больше, кто какое место займет. Иуда был среди них тоже. который ожидал царства, ожидал места рядом с царем, потому что он все время ходит рядом. И тогда, когда он увидел, что что-то тут не так пошло, тогда он решил, хоть заработаю на нем, царствовать он здесь не собирается, продал Иисуса. Вы знаете, мои дорогие, многим так кажется многим, что вот плохой проповедник, плохой учитель, плохой пастор, а то бы все изменились, все стали святыми. Плохое учение в этой церкви. Мои дорогие, посмотрите, какой был чудесный учитель у Иисуса. Мне так нравится, кто-то поставил это выражение на Фейсбук. Я бы в рамочку сделала для тех, которые так считают. Иуда имел самого лучшего пастора. Нету на земле лучшего пастора. Самого лучшего лидера. Самого лучшего учителя. Самого мудрого и лучшего друга. Это его изменило? Но он потерпел крах. Почему? Проблема не в лидерстве, не в пасторе, не в церкви, которую ты посещаешь. Если твой характер и твое отношение не изменятся, ты всегда останешься таким, как и прежде. Понимаете? Не меняет ничего, если ты сам не хочешь измениться. Иуду ничего не изменит. Почему? Потому что он был вором. Был вором. Понимаете? О нем так сказал Иоанн. Он не просто однажды украл, он был вором. Можно украсть и при этом не быть вором. Можно слукавить, но не быть лукавым. Можно слицемерить, но никогда не быть лицемером. Можно. Вот это вот большая разница. Кто ты? Ты искренний человек, но ошибся. Или ты с лукавством живешь? По лукавству живешь? Поступаешь по лукавству. Вот в чем разница. Написано, что такие не наследуют Царство Божие. Не наследуют. Поэтому я очень призываю, чтобы мы очистились, осветились, проверили свои сердца. Вы знаете, как важно, когда ты молишься, когда ты читаешь Писание, свои сердца проверять, себя проверять, стоять открыто перед Богом, чтобы ни в коем случае не оказаться вот на таком месте, что столько лет ты в церкви, и тебе ничего не изменило. Ничего. Мои дорогие, Бог призывает нас к чистым сердцам. Очистите ваши сердечки. Освободите ваши сердечки. Вы знаете, воистину, это голос, который звучит по всем церквям. Один и тот же голос зовет всех сейчас, зовет очиститься, поправить свои пути, войти в искренность, перепроверьте себя. Это голос Духа Ильи. Потому что перед пробуждением должен был прийти Илья. Как написано о нем? Что он должен был сделать? Это Дух Ильи. Возвратить сердца отцов детям. А какие были сердца отцов? Чистые, преданные, искренние, любящие, оставляющие все, идущие за Господа. Вот сейчас этот Дух Ильи по всем церквям говорит. Какой бы церкви я ни бывала, я слышу голос Ильи, Духа Ильи, который призывает к очищению, к освобождению. Разрушьте жертвенники. Перестаньте поклоняться неправедно идолам. Он призывает в чистоту и святость. Вернитесь, Господь. В праведность вернитесь в чистоту, в правду. И очень призываю вас, даже если вам приходится, а вам придется, если еще не пришлось, страдать за правду, за искренность, за чистость. Стойте в этом. Будьте предстригущими без глаз. Берите пример с нашего Иисуса Христа. Не оправдывайте себя. И даже если вас обличают, послушайте. Послушайте, примите. Посмотрите на себя, посмотрите. А может, говорят правду. А если клевещут, так к вам это не приклеится. Главное, как о вас судит Бог. Хорошо сказал Павел, я, мои ребята, сам по себе не судил. Если вы меня судите, а я сам о себе не судил. Но судья у меня Бог. Понимаете? Поэтому я вас очень призываю вот к этой кротости. Это тоже кротость. Это тоже смирение пред нашим Господом. Смиритесь. Смирите свои сердечки пред Господь. Он превознесет вас, когда? В свое время. Может, нам сейчас хочется. А там говорится, в свое время. В его время. Он преподнимет. Понимаете? Потому что Он сказал, кого я предугадал, предузнал, предопределил, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Мы все будем оправданы. Господь уже оправданы. Пред небом. Оправданы. Пред отцом. Оправданы. Но иногда не оправданы перед братьями и сестрами. К сожалению. Потерпим до неба. Где придет наше оправдание. Аминь. Мои дорогие. Будьте благословенны. Я бы очень хотела, чтобы это услышали. Я бы очень хотел услышать это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова